Итак, вы видите 81-ю волну, я обновился. Надо сказать, что оказывается Ainuta TD давным-давно обновился, здесь изменились коэффициенты, например, радиус строений, мощность, стоимость. Если, например, я получал имбу в самом начале игры, где-то так до 25-27 уровня, то вот сегодня у меня имбы нету до сих пор. Пожалуй, я ее как раз поставлю. Имбу в виде турельки вот такой. И то, я ее получил и, как вы видите, апгрейды стоят... Ай-я-ебу! Ой, что я сделал? Значит, первый апгрейд мне 1300 стоит, опять 600, а второй апгрейд мне 13 тысяч, а 88 тысяч! А-а-а-а! Вот, инчансы тоже уже не бесплатные, их аж 15 уровней. Впрочем, и дамаг 25 тысяч. Вот. Вот так стреляет ракета, вернее, турелька, которая неправильно настроена. Вообще, ее лучше на вики поставить, чтобы это был режим добивания врага, потому что могут быть и телепортирующиеся башенки, и, соответственно, их лучше добивать в первую очередь. Ну, что могу сказать по игре? После апдейта это совсем другая игра. Этой игры я не видел, и как играть в нее, честно говоря, я не знаю. Ну, и, естественно, стратегия, которая здесь вырисовывается, это все. Все, что можно заставить бутылками или тормозами первого уровня. Это единственный, как бы, вариант. Потому что, во-первых, бутылки по-прежнему стоят копейки, как и в предыдущей версии. Вот. Во-вторых, они сдерживают эти вот треугольники. Они реально мощные. Да, еще из основных отличий. Несмотря на то, что существовало 15 уровней силы для каждой башенки, как я уже сказал, цены выросли. А вот радиус поражения, на мой взгляд, уменьшился. Хотя он и рисуется большим кругом, но реально он стал меньше, на мой взгляд. Так. За всю игру я пока что не получил ракет. Так, сделаем апгрейд. Ракета стоит аж 103. Я их в новой версии даже еще пока не видел ни разу. Хотя вот играю уже который день. Наверное, день третий, четвертый. В новый обновленный Тайвер Дефенс. Старых багов в виде телепортовавшихся розовых точек не видно. Видимо, автор это починил. Ну, в общем, даже не знаю. С одной стороны, игра стала проще. Но посмотрите, как аккуратно лазер все выпиливает. С другой стороны, цены выросли. Так, сделаем апгрейд. Ну, и 60 тысяч дамага. Такой дамаг, естественно, упрощает дальнейшую игру. Звезды вообще очень просто стали дамажиться. Раньше их было очень сложно поколебать. А сейчас, смотрите, как красиво. Красивые прогресс-бары уменьшаются. Вот если еще цены снизить. Так, 78 игра станет вообще простой. Я вот не помню, то ли это было в первых версиях, то ли еще где. Но, то ли это у меня еще шизофрения. Но, насколько я помню, самым сложным врагом здесь были именно звездочки. Потому что они хиляли сами себя. И когда сеть бутылок или вот таких вот тормозов их сплачивало вместе, то они хиляли себя экспоненциально. И они были просто неразрушимы ничем. Видимо, это была как-то одна из ранних версий. Но потом автор, видимо, починил. Значит, по-прежнему непонятно, когда лучше остановиться. Потому что здесь уже некоторые апгрейды не имеют смысла. Если в прошлой версии любую башенку имело смысл апгрейдить до максимума, потому что энчанцы стоили копейки. То сейчас вот энчанцы стоят, например, 19 тысяч. Я не знаю, имеет ли это смысл. 28-43 тысячи. Потому что, в конце концов, башня энчанцы становится очень дорогой. И количество огневой мощи явно падает. Надо для этой замечательной игры написать, ну, не чит унижения. Такой ассист тул, которая будет считать грамм-градус на копейку. Если вы понимаете, о чем я. Вот такой красивый угловой прогресс-барчик можно наблюдать. Пожалуй, поставлю-ка я еще тормозухи. Ой, она копеечная. Вот, кстати, тормозуху я поставил в режим Викист. Надо ее поставить в режим Клоссост. Потому что монстрики убегают. Вот. И... Они перестают тормозиться. Так. Тик. Так, что у нас срок этой? 78. Да, мага. Апгрейд до 36 тысяч. 94 стало. И непонятно, то ли выгодно это, то ли не очень. 54 это уже явно невыгодный апгрейд будет. Появились новые фризы. Вот этих вот фризов раньше не было. Впрочем, возможно, это сам планшет чем-то своим внутренним занимается, поэтому так фрезует. Да, поначалу я в новую обдавленную версию Tower Defense играть не мог в принципе, меня нагибали сразу. Ну почему? Потому что в первой версии дебют уже был пройден по шагам, я просто нажал кнопку Next, 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 Next. И получал имбу себе на первых уровнях, а дальше все легко. Вот, поскольку игра фактически полностью изменилась, потому что коэффициенты в Tower Defense это главное, то, соответственно, и мини наебать стали. Вот, а также, как вы видите, башня дешевеет очень активно, я вот могу продать за 222, но она была апдейджена на максимум, а сейчас она стоит меньше новой. Так что делаем Upgrade, Upgrade и Enchant'им ее. Очень, кстати, неплохо работает для таких башенок режим closest или даже strongest. Потому что, например, вот эта башенка работает в режиме first, как бы в самом правильном режиме, но в результате вот этот радиус, он не пробивается. Если я ему поставлю Strongest, в принципе, это будет равносильно режиму last. Так что смысла особенного в нем нет в Strongest. Хотя логически, да, был бы он. Так, а сейчас мини будут нагибать. Вот здесь вот уже имеет смысл ставить Strongest, да, с новыми радиусами имеет смысл телепорты ставить в самый конец. То есть они больше не забирают вот отсюда модельки, юниты. Давайте поставим еще турели. Нам нужно больше турелей. Благо финансирование это не проблема. Да, сейчас мини начнут нагибать. Вот, вот так выглядит нагибание, но пока еще не слишком жестко. Надо срочно апгрейдиться. 29 тысяч. 40 тысяч. То есть 10 тысяч разницы. И вот я думаю. Значит, здесь у нас 29 тысяч. Здесь 33 тысяч. 4 тысячи за 28к. Впрочем, я могу 5 тысяч получить за 5к. Так что это уже не очень выгодная покупка. Я вот так вот сделаю апгрейд. И вот так вот сделаю убгрейд. Вот. Но у меня есть деньги на вот такой убгрейд. А на этот чуть-чуть не хватило. Капельку. Может, я не прав. Может, имеет смысл апгрейдить. Надо написать калькулятор. Грамм-градус на копейку. Хотя, кому я пищу? Я думаю, простейшие вещи больше делать. Смотрите, 20-21. То есть, в принципе, здесь энчанс копеечный также. Вот. Но если раньше энчанс копеечный поднимал там прилично, то сейчас, видите, копейки поднимает. Стоит копейки и поднимает от него больше копейки. А приличные уже стоят прилично. Причем гораздо больше, чем новая башенка. Так, в общем, выше 10-го я не апгрейдусь. В принципе, я думаю, не имеет смысл апгрейдиться. Наверное, раньше даже. Пока были на 10-го апгрейдиться. Потому что 88 тысяч начального вклада все-таки дороговато. Так, а вот лазеры, наверное, имеет смысл апгрейдить гораздо сильнее. Смотрите, какие фризы пошли. По-моему, они только при открытом Гуя. Не, нифига. Так, мне кажется, это последняя партия, в которую... Последняя волна, в которую я играю. Поэтому сейчас мы будем побырику все фиксить. Угу, 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 угу. Так, апгрейд. А, здесь у нас звезды. Они опять как раз хилиться до такого состояния, что уже не имеет смысла их через лазер пропускать. Возможно, мы имеем ту ситуацию, повторение той ситуации, когда из-за самого хила... Посмотрите, 2000. Она подешевела. Когда из-за самого хила уже не имеет смысла атаковать звезды вообще, в принципе, не имеет смысла. Зато я теперь на стоп-тором уровне. Ура! Так, еще одну. Эээ, а хуя у меня здесь делает турель первого уровня! и тут в комплекте главный 21 звезда стоит отложим их мариновать ура домариновали поехали так какой-то режим поставить викист часть мы не будем 103 уровень разве мог я простой ребенок когда-то подумать что буду на 103 уровне башенки обесцениваются как 55 кредитов это же ни в чем мне кажется радиусу звезд тоже стал побольше так бьем по самым слабым лучшая стратегия но как вы видите уже прогресс бары не так активно идут как хотелось бы звезды сейчас добьем сами звезды они в себе хилсы мало несут они только теряют себя плохо кинчанс и нчанс и нчанс и нчанс дальше мне денег жалко скажите как меня зовут лазерный бош уже не хватает пожалуй пришло время ставить контролазеры губ на что вот уже есть на что и здесь и лаги и лаги ну давайте еще пять штук заработать такая социальная игра чем ближе к концу тем хуже тем которые в самом конце чем быстрее идут одни тем хуже другим в социальные игры моделирование социальных игр социального поведения так вот частность то я такой сейчас десятые десятые все 84000 кончанство с такой хопа стал 90000 и непонятно то ли выгодно это то ли нет 15000 там ага за 36000 вроде еще выгодно так что можно денег больше нема зато эта игра теперь больше похоже не на power defense она типичную галтерии так у нас следующие 5 в медленных юнитах это 1 2 3 4 5 вот чтобы вам было смотреть не так это тоскливо да и я не заснул а лучше для застук так и не чан с тем сам фрезы вышли на новый уровень обратите внимание что теперь отрисовывается гораздо меньше пулек я таких монстров убиваю а денег за них как всегда не платят так переводим на фест и чан с ним потому что сейчас будут нах и батеньки она не дотягивается похоже видите раньше вы она спокойно била по правой стеночке сейчас нет и 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 Продолжение следует... Что-то я вспомнил, как я собирался одну библиотеку автоматизировать. Нахера и мне это было надо? Эх, сколько же за идей когда-либо было в моей голове? Страшно представить. Так, еще раз сенчатимся. 50 тысяч я получил за это 114. 24 тысячи дамаг за 50 тысяч. Ай, непонятно. Ладно. Чанс у нас сейчас будет... Ой, ёпт, 150 тысяч дамага. И я проебал все деньги. Срал. Теперь тут уже все. Надо было еще раз анакс нажать. Их не 5, их 6. Шестая волна такая. Особо злая. Все злые вокруг меня. Как-то оно быстро уходит. Я думал, будет хуже. Ну, после апгрейда это немножко полегчало, конечно. Обратите внимание, что прогресс-бары больше не линейные. В этом заслуга турелек, мне кажется. Так. Поставим еще один лазор. Сюда, в принципе, его составить уже смысла супного нет. Ну, пусть будет. Стратегию ему. Власт. Вот видите, как она работает. Надо было турельки ставить, а не лазеры покупать. Еще четыре врага пропустил. Короче, хватит оттуда терапеть. Толку от него мало. Продать все вообще. Видите, как он в цене теряет. А? 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 Не играю в финансовые потери. Так, турельку. Викерст. Викера. 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 ой сколько помеченных телепортнувшихся это же ужас вот видите как они викисты добивают они должны были совсем с одной целью никто меня не слушается никому я не нужен я ничтожество есть деньги надо вкладывается главное на кредитах они деньги не так и обесцариваются как в башен здесь наоборот вкладывать не надо ну зачем я тратил свою жизнь на это для чего мог бы заниматься сапраматом строить битарск делать какие-то другие полезные расчеты хотя бы той же фотограмметрии заниматься взять какой-нибудь ролик с ютуба сделать тестовый просчет осилить случай нет я занимаюсь вот этой поебалой а все потому что я сегодня не выспался на меня наорал сосед ну и вообще все как-то не то это все не то и жизнь моя не так хотелось бы было рамок 932 хотя бы апгрейд не уменьшает дамок как в прошлой версии звезды 59 звезд их меньше и вообще я хочу себе выключатель на затылке надо заснуть нажал выкал и и заебись плохое настроение мне сейчас нажал выкал и заебись большинство доселения для этой цели используют водку я же интеллектуальная элита я же не могу себе такое позволить да как вы видите интеллектуальная элита занимается такая вот антеллектуальная элита я даже не помню торчил я сегодня или нет ну как пытался конечно я пытался но сумел ли я уже не помню до чего я дошел вот видите она себя зафеляла полностью пошли ремонтировать дороги в срочном порядке или уж эту хуйню куда пока идите вот видите как страдает приоритет почти добили она себя отхиляла и все заново на и все заново пока не будут под лазером и сейчас себя полностью захиляют собственно вот уже и все заново и все заново красные круги говорят что больше правда и второй раз так не пойду то мне все в жизни заново и знаете даже неприятно нажимать next wave потому что ждет меня точно такая же вейв как и до ентово ничего в жизни не меняется ура я могу апгрейднуться и немножечко энчанснуться нахрен хотя какой то надо мы начинаем 117 вейв а для кого для чего иногда я думаю надо деинсталлировать все игрушки нахрен заниматься делом и вообще планшет нахер не нужен с другой стороны на этом же планшете прямо сейчас залиты несколько книжек которые мне надо бы прочесть например по строительству каркасных домов ну что по ходу это последний уровень на сегодня учитывая как меня пытаются сейчас опиздюрят викист поставим всем важным поставить викист вот вот у у у у у у у или последний уровень или я хочу что он был последним или мне этого не надо хотеть чтобы он был последним а может лазер куда-нибудь снова вхерачить радиус явно меньше стал есть 120к куда их потратить непонятно если в составе звезды то толку от лазера никакого за него хоть что-то выручить зачем я это сделал все полуосознанно полу неосознанно я нажал next по привычке ну и наверное теперь уже все может и нет не знаю я ничего не знаю уже да и нужно ли это эх не осилили три турельки не осилили в общем полуосознанно полу неосознанно в общем гамовер очевиден я даже могу нажать power as next типа 120 121 но видимо и подсознание сказал бля заебал мыть пиздуй уже заниматься чем-то другим но надо же досмотреть вот это автор гейм в режиме наблюдателя потом погротить и опять вздремнуть мы очень сильно устаем зато денег сколько мне уже как вы понимаете не нужны такая же херня и жизни когда день не нужны их нет когда они есть в общем районе сто девятнадцатого уровня лазина перестает действовать от слова совсем хотя до этого это была имба кое-как еще действуют турельки но тоже не слишком лучше как заняться нормальными полезными делами как заставить себя работать и выйти из жопы уже а я не хочу оставаться в жопу всегда не хочу не хочу я в жопу не хочу вот вот было минус 4 сразу минус 20 минус 30 это деньги как раз стоил 498 202 206 210 214 218 221 223 223 у Хочется дать себе по морде, чтобы отрубиться и не заниматься хернёй. Сумели я добить эти восемь юнитов. Звёзды и те уже добиты. А эти ящики нет. Значит можно ли апдейтнуться? Нет. А раньше вроде можно было после гаммовера апдейтнуться. Почти 300 тысяч заработал. Надо бы вывести всё это на Кортус Бербонг. Вот такая вот игра. Зачем я играю? Зачем я жопу? Делом бы занялся. Да и хоть бы подорочил, чтобы полезнее было бы. Ох... Ох... Ох...